всем добрый день из берлина меня зовут дмитрий лодыжинский я живу в германии с 2009 года уже 12 лет с 2010 года занимаюсь организацией лечения в немецких клиниках сотрудничаю с многими клиниками спасибо за приглашение выступить и рассказать о ценообразовании в клиниках германии сразу могу сказать что эта тема достаточно сложная в германии в больницах работают специалисты которые собственно занимаются ценообразованием подготовкой смет и все эти специалисты в обязательном порядке проходят обучение в течение трех лет и именно столько времени занимает чтобы научиться и понять глубоко принципы ценообразования в клиниках германии сегодня попробуем три года уложить в 15-20 минут пару слов о том кто я как я сказал в 2010 году я начал заниматься организации лечения и на сегодняшний день я веду у меня авторский сайт блог об организации лечения за рубежом на этом слайде те самые важные ключевые слова которые нужны для понимания того как в германии образуются цены на медицинские услуги есть различия между ценообразованием в сфере стационарного лечения и амбулаторного лечения стационарное лечение определяется так называемыми кодами диарджи диагноз диагнозе related groups то есть группы кодов и цен которые присваиваются различным диагнозом и рассчитываются исходя из этих диагнозов и так называемый г.о.э. это по-немецки geburen ordnung für erste ну как мы знаем там где немцы там должен быть ordnung порядок и в данном случае geburen ordnung это значит порядок в отношении тарифов порядок в смысле закон то есть амбулаторное лечение гонорары врачей описываются специальным законом о тарифах для врачей чаще всего пациенты которые приезжают на лечение из-за рубежа проходят лечение в стационаре я думаю что порядка 80 процентов это именно тот случай когда для понимания цены нужно посмотреть на образование цены за стационарное лечение и вот на этом слайде формула которая изучается наверное два года в высших учебных заведениях германии во всех нюансах стоимость лечения в стационаре определяется в зависимости от кода диарджи умноженного на различные коэффициенты к в зависимости от разных факторов к этому прибавляется стоимость палаты если она какая-то особенная плюс гонорар врача гонорар врача как мы помним с предыдущего слайда определяется по гео и по geburen ordnung фюр эрсте то есть это компонента стационарного лечения тоже зависит от второго закона от закона гонорарах врачей у пациента установлен диагноз тот то или иное заболевание ему нужно пройти стационарное лечение соответственно определяется вот этот вот код например z01b с коэффициентом о и это означает что вот речь идет о таком-то диагнозе а такой-то процедуре с более сложным вмешательством или с менее сложным вмешательством здесь дальше идут различные коэффициенты продолжительность госпитализации видите достаточно много параметров которые определяют цену и вот здесь таких кодов как мы видели сто семьдесят четыре страницы по каждой по каждому диагнозу есть различные варианты лечения соответственно там зависит от возраста для пациентов младше 16 лет такой код для пациентов старше такой код и им присваиваются различные коэффициенты стоит отметить что в германии федеральное устройство и коды которые присваиваются коэффициенты которые присваиваются кодом могут отличаться от федеральной земле к федеральной земле поэтому например достаточно часто в баварии скажем стоимость лечения может отличаться от берлина или гамбурга или дюссельдорфа за счет того что там другие коды то есть вот мы посмотрели код диарджи коэффициент плюс для пациентов если это немецкие страховые пациенты то у них определенный стандарт палаты и соответственно цена на эту палату а если это частные пациенты то скажем это не двухместная или трехместная палата одноместная палата и различная степень комфортности и в соответствии с этим палата стоимость палаты в цене может отличаться также зависит стоимость от того какой врач лечит пациента то есть пациент находится в стационаре но его им может заниматься главврач и может заниматься заместитель главного врача или обычный скажем так врач отделения и от этого зависит гонорар врача то есть здесь как минимум четыре фактора которые влияют на определение цены код диарджи то есть диагноз related groups значит диагноз умноженный на определенные коэффициенты плюс стоимость палаты плюс гонорар врача и конечно же самая большая сложность это вот эти коэффициенты вы видели я вам показывал как выглядит каталог и сколько каждому диагнозу каждой цене и каждому варианту лечения этого диагноза присваивается коэффициентов удельных весов и так далее и так далее то есть на самом деле вот этот коэффициент это тот ингредиент в цене на который влияют как объективные так и субъективные факторы в зависимости от федеральной земли города клиники решения главврача этот коэффициент может быть 1,1 может быть 1,5 может быть 3 может быть 6 то есть цена может варьироваться в зависимости от случая и в зависимости еще от очень очень многих факторов и неудивительно что в общем то это изучается высших учебных заведениях германии на протяжении трех лет и естественно много есть законодательных различных ограничений для того какой может быть вот этот коэффициент и как это определяется теперь о г.у.э. о том как определяется стоимость амбулаторного лечения здесь в общем то немножко похоже но чуть чуть проще поскольку здесь речь не идет о госпитализации о пребывании в клинике речь об амбулаторном приеме соответственно есть тоже 170 страниц брошюры с различными кодами который предписывает закон врачам которые принимают пациентов амбулаторно плюс тоже огромный список коэффициентов которые влияют на цену то есть базовая цена по коду г.у.э. умножается на определенный коэффициент плюс не без этого как всегда дополнительные расходы различные сопроводительные расходы технические расходы связанные с функционированием поликлиники или кабинета врачебного где происходит прием секретариат федеральная земля статус клиники государственная частная университетская церковная все это влияет на коэффициенты и дополнительные расходы вот видите то есть это закон федеральный закон о гонорарах врачей и вот так выглядят так выглядят эти коды то есть здесь есть у каждой процедуры есть определенный код да например вот бэштралюнг облучение такое-то облучение столько-то единиц такая-то цена 114 евро и врач когда оказывает амбулаторные услуги соответственно он кодирует стоимость и соответствии с этим кодом присваивается процедуре определенная цена вот пожалуй то что я хотел кратко рассказать по поводу ценообразования в медицине в германии трехлетний курс уместить в 15 минут и пригласить вас познакомиться с этой статьей вот об оптимизации лечения в германии в моем блоге или задать мне вопросы кстати также есть форма по которой можно со мной связаться форма запросы и я буду рад помочь разобраться в вопросах ценообразования оптимизации цен и других вопросов спасибо и хорошего дня из берлина спасибо 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 спасибо